Особое внимание в республике уделяют подрастающему поколению. Денис Пушилин посетил военно-полевые сборы «Юный дружинник», которые проходят в Седово. Воспитанники общественной организации военно-патриотического движения «Молодая гвардия» и «Юнармия» поприветствовали лидера государства. Здравия желаю, товарищ Верховный, главнокомандующий! Для ребят это уже четвертая смена. На данный момент в тематическом лагере находятся более 40 юношей и девушек. Они проходят специальную подготовку. Для того, чтобы каждый юноармеец ощутил на себе, что такое настоящие полевые условия, ребятам приходится жить в настоящих палатках. Каждая смена здесь длится ровно 10 дней. Условия здесь, конечно, не домашние. Спать приходится на вот таких кроватях. Кстати, здесь есть даже свет. Но главное для юноармейцев то, что все это время они проведут вместе. Стоит отметить, в таких сборах принимают участие только лучшие из лучших. Для каждого из юноармейцев быть членом такой патриотической организации – большая честь. Здесь отбыли ребята, те, которые очень себя активно показали в течение 2019-2020 года. Здесь у нас отдыхали ребята Горловка, Янакиево, Снежное, Тореш, Шахтерс, Макеевка, Донецк, Харциск, Иловайск. То есть, где у нас есть территориальные штабы, были выбраны самые лучшие. Здесь свободного времени у подрастающего поколения практически нет. Юлия Микович говорит, в лагере ежедневно приходится совмещать отдых с тренировками. Много новых команд узнали, строевыми часто занимались. Были также свободное время. Мы ходили на море или же кто не хотел, занимались играми настольными или волейболом пляжным. Сборка и разборка автомата, строевая подготовка, оказание первой помощи раненым и их эвакуация с поля боя – лишь малая часть того, чему уже успели научиться юноармейцы. Свои навыки в лагере они оттачивали на протяжении девяти дней и теперь показали, чему научились Денису Пушилину. А лучшее время разборки какое у тебя? У меня 25 секунд. 20 секунд. Мне за секунд. После Денис Владимирович пообщался с участниками сборов. Он отметил, что полученные навыки им еще могут пригодиться в будущем, а поэтому нужно постараться взять от этого съезда как можно больше. Что касается ваших сборов, ну, весьма познавательно в каких-то местах, даже для меня. Вот я посмотрел, послушал. Ну, здорово, интересно. Молодцы организаторы, молодцы ваши инструкторы. В это же время на побережье Азовского моря стартовал уже традиционный форум «Море». После общения с юноармейцами Денис Пушилин посетил его открытие. На форуме «Море» участникам скучать некогда. Их день буквально расписан по минутам. Интересные встречи, общение со сверстниками и даже лидером нашего государства Денисом Пушилиным. Вот прямо сейчас идет диалог на равных. Денис Владимирович отвечает на вопросы, которые волнуют молодежь Донецкой Народной Республики. Молодежь республики говорила с главой государства на взрослые темы. Был поднят вопрос эпидемиологической ситуации, открытия границ с Украиной и ЛНР, а также профессии будущего. Для участников форума было важно узнать информацию из первых уст. О будущем молодежи власти ДНР подумали заранее. Проект запустило программу по отраслевому и по целевому планированию. Вот сейчас как раз выстраивается, собирается вся информация для того, чтобы мы делали акцент на тех профессиях, на тех специальностях, которые будут актуальны. Как раз через 4-5-6 лет. И вот смещение, да, и перераспределение идет, вот исходя из тех данных, которые сейчас собираем. На вопросы представителей общественной организации «Молодая республика» Денис Пушилин отвечал более часа. В разговоре вспомнили и о развитии молодежной политики, и даже об открытии площадок для проведения ЕГЭ. После этого визита представители активной молодежи не скрывали, что возможностью поговорить с лидером ДНР остались довольны. Денис Владимирович в своем плотном графике, пользуясь случаем, посетил и наш форум, что стало действительно старой доброй традицией для нас. Первый раз состоялось, наверное, общение с такой молодой аудиторией, активом «Молодой республики», что действительно не может не радовать. Но Денис Владимирович ответил абсолютно на все вопросы, которые интересовали молодежь. Были, конечно, и вопросы, на которые необходимо было взять паузу. Все-таки действительно поколение «АЗ» в условиях информационных технологий динамично развивается. Но, тем не менее, все ребята остались довольны. Сами участники форума «Моря» намерены полученные навыки использовать на практике. Я хочу больше наладить свою работу в своем местном отделении, научиться структуризации, научиться, как работать в команде еще больше. Научиться прописывать свои проекты и реализовывать их, чтобы в своем городе я показала то, чему научилась на этом форуме. Стоит отметить, смена будущая за нами поколение «АЗ» только началась. Так что впереди ее участников еще ждет не одна встреча с почетными гостями, в том числе и из Российской Федерации. Будет у ребят и время, чтобы раскрыть свои творческие потенциалы, принять участие в интеллектуальных мероприятиях. Главное, чтобы каждый, кто в этом году приехал на форум «Моря», смог провести его с пользой. Татьяна Панько, Виктор Волошин, Первый Республиканский.